Многие граждане Советского Союза постоянно что-то мастерили. Можно даже сказать, что вокруг «Сделай сам» был сформирован своеобразный культ. Больше всех мастерила, конечно же, молодежь. Впрочем, сделать фонарик, импровизированное радио или мини-компьютер – это одно. А вот собрать спортивный автомобиль буквально из гаражного хлама – совершенно другое. К сожалению, для ребят-конструкторов через пять лет после выхода в свет их авто в стране начнутся хорошо известные события, и людям станет не до причудливых машин. Машина была создана в 1980-е годы двумя парнями-конструкторами Дмитрием Парфеновым и Геннадием Хаиновым. Проект во многом стал возможным благодаря конкурсу, организованному журналом «Техника молодежи для сельских автомобилей кустарного производства». Впервые узнав о мероприятии, парни четко для себя решили, что хотели бы в нем поучаствовать. Сразу после этого каждую субботу они принялись собирать всевозможные запчасти и хлам, который мог бы пригодиться для создания автомобиля. Прошло три года, и полезного хлама в собственности парней накопилось достаточное количество. На рынке ребята добыли карбюратор от ВАЗ-2105. Стащили от старого запорожца четырехступенчатую механическую коробку передач. Добыли задний привод от Нивы. Уже меньше, чем через полгода на свет появилась первая модель, которая получила название «Лаура». После сборки автомобиль покрасили в бежевый цвет. Первый публичный показ состоялся в 1983 году на Ленинградском полигоне. Машина вызвала положительные эмоции, хотя тогда многие и подчеркивали, что поделка парней из области научной фантастики. Агрессивные фары и плавные очертания задавали стиль, который станет популярен в отечественном автопроме только в конце 80-х – начале 90-х годов. Заручившись одобрением и поддержкой соотечественников, ребята тут же взялись за создание второй модели. Новая модель получила название «Калиакри». Машина получила улучшенную светотехнику и электронику. Ребята даже впихнули в своё детище простенький компьютер, способный сообщать о неисправностях основных узлов автомобиля, а также подсказывать оптимальный режим движения. Удивительно, что построено это было буквально в сарайных условиях. Впоследствии автомобиль ребят покажут на нескольких выставках, в том числе международных. Везде машина соберёт положительные отзывы. На женевском автосалоне «Калиакри», созданное преимущественно из вторичного сырья, и вовсе произведёт фурор. Тогда же ВН Поляков, министр автомобильной промышленности СССР, признается в том, что отрасли не хватает молодых кадров и предложит создать экспериментальную лабораторию до 2000 года. К сожалению, всем этим замыслам будет не суждено осуществиться. Уже через несколько лет в стране советов начнётся кризис, и всем будет не до создания перспективных моделей авто. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумное». Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.